Вот я бы что меня насторожил, напугал. Сегодня утром. Я бы переживал. Я думаю, так бы, вот, я бы так не смог. Думаю, это неправильно. Не о нём говорили, а себе, не себе. Пойдёмте завтракать, Игнатьевич. А, завтракать? Я вот хочу сказать, слушаю отца Владимира Головина. И тут написано так. О ситуации вокруг Схии Гумена и Сергия Романова. Отец Владимир Головин. Я вот слушаю его сколько, он всё правильно говорит. Люди-то этого не понимают. Вот, говорит, начал проклинать, то другое написано, благословляйте. Другое дело, если бы он просчитал место вот такое-то, и сказать, так делает, то проклинает Господь. Это понятно. Делающий дело Господне небрежно, проклят. Иеремия 48, 10. Ну вот, я сижу здесь. Смотри, как у меня здесь связаны три книги, подставка. Вот, Пипитер здесь, моя клавиатура. А это специальный ящик я нашёл, выдвижной из стола. Это мне вот как раз Володя подпилил, чтобы она ровно сходила сюда. И дальше, вот, я сюда её. И ровно как раз она начинает снимать на этой, вот так. Вот я как начинаю работать. Вот смотри, сейчас конкретно покажу. Вот, включаю. Работать надо сейчас рулетки. Ой, а это ещё я дал. Это не сейчас рулетка открылась. Вот она. Это мы называемую рулетку Содом и Гаморра. Андрей Терновский. Я каждый день почти поминаю его. Вот он где открывается. И теперь вот я, к примеру, покажу. Сейчас я-ка открываю, вот, появится человек. А у меня рядом лежит Библия. Рядом Коран. Кто? С мусульманом показывают Коран. Православным Библию. Как реагируют? Слава Иисусу Христу. Надо надеть фуражку, чтобы не пугать, чтобы не видели лысину. Мы православные. С Рождеством Христовым вас. И вас тоже. И мы вот проповедуем Христа, распятого и воскресшего. Чтобы люди верили в Бога. Потому что мы умрём, идти нам на суд Божий. И быть в раю или в аду, это от нас зависит. Вот если у вас есть скайп, скайп, вы зарядите два слова. Игнатий Лапкин. И вы на меня выйдете, я скину вам ресурсы самые большие в интернете. Мы сейчас, я уже отхожу, так что запомните два слова. Игнатий Лапкин по скайпу пишите. И там я отвечаю на тысячи вопросов студентам в университетах. Вам будет интересно, как мы деревню православную строим. Как я начальник детского лагеря, 48 лет, в ином формате уже. У меня на одном только канале 21 700 роликов. 57 миллионов просмотров, просмотров. Ну, пока всё, я отхожу. Игнатий Лапкин, запомните. И тогда зайдёте. Игнатий Лапкин. Ну, вот так вот. Я его выключаю. Ну, и вот теперь что у меня. Я вам показываю Библию. А если это мусульмане, я вам сразу показываю Коран. Я говорю, а почему же вы его не считаете? Я ничего не критикую, не задеваю. Никак. Я только говорю об этом. Ну, теперь показать, что вот утром начинаем, как мы помолимся, когда. У меня голуби сидят здесь. Вот. Они в два этажа. Вот, посмотрите. Первый этаж. Вот она там. Видать, сейчас я возьму фонарик. Посвечу туда. Два голубя. Оба больные были. А сейчас как будто бы и не болеют. Вот она сидит, голубка. Под ней одно яйцо. Она осталась там. И это всё закрываю. Тут почистил. Сейчас закрою. Вот так перекрою. Вот у меня есть доска. А они, вон они сидят. А тут вверху два вот этих вот. Сизые дикари. Отдельно. Второй этаж. А тот, вон он её, муж сидит. Вон направо, видать. Да-да-да. Вот. А их не выпущешь, голубей, пока кошек не спрячешь. А кошек спрятать, это тоже вопрос. Как спрятать. А вот у нас какая здесь есть. Закрываю их. Вот они сидят. Я их не буду выпускать, но для съёмки открою маленько. Подожди маленько. Постой. Посмотри. Подожди, подожди. Ну-ка, подожди. Вот они сидят. Видишь, какая? Там мягко у них. Это напрасно вылазишь. Нельзя. Всё. Порядку туда. Я скидываю вот это вот. Вот это вот. Закрываю полностью. Там завешиваю экран. И начинаю подсвечивать и ловить. Они в темноте ничего не видят. Ну ладно. А пока утром вот это вот тюль. Кто-то мне тут сделал без нас. Вот мы садимся. Вот я фуражку взял. Сейчас я выйду. Так. Влашку. И что у нас тут. Сегодня у нас 8 января 2021 года. Пятница. Ну так как пятница постный день. А до святок с 7 до 19 святки. Сегодня разрешается. Всё. Спрашивают. Каждый раз. Покажите, что едите. Я сколько раз уже показывал. По порядку. Когда хлеб уже проходит к концу недели. Хлеба такого мягкого нет. Это сухари. Вот они. Залил сейчас. Горящей водой. Суп. Чем он сделан? Пшено и картошка. Вот картошка. Сегодня растительное масло. Вот не пускал ещё? Нет ещё. Вот. Отдельно вот тушёная картошка делается. Как? Это вчера вечером делали. Вчера вечером там осталось. Что у нас ещё здесь есть? Пареная тыква. Очень сладкая. Пареная. Дальше ягоды. Ягоды это свежемороженое. Малина. Вишня и смородина. И отдельно блины. Вот блины. Вот это блины. Надежда Васильевна постряпала. Надежда Васильевна. Это Володины блины разделённые. Яблоки. Это гранаты. Гранаты? Да. Лимон. Так я понял. Правильно? А это что вот это? Кутья. Кутья. Видите, это рис. Лена сделала Политыкина. Да. Рис. И что тут ещё? Это вот это жёлтое. Это изюм. Там что-то ещё. Фрукты. Сегодня разрешается ягоды. По одному яйцу. Смятку обязательно. Вот это привезли варенье. Какое варенье это? Виктория. Виктория. Вот показываю сразу. Конечно, у нас тут свой чеснок. Своя. Свой лук. И каждое утро мы трём много морковки. На самой мелкой. Вот это зрение очень помогает. Рыба ещё. Рыба. Это рыба. Это какая, как называется? Ну, какая-то красная, не знаю. Красная рыба. Это Людмила Степановна сделала. Вот она. Я покажу даже её, видать, как это где-то. Испекла нам. Что есть. Дальше. У меня особая рыба есть. Это теперь, получается, позапрошлом году. Мы неводом доставали рыбу. Вот она, видать, её. Мелкий-мелкий. 5 грамм весит в среднем рыба. Это я в баночки накладываю. И гальян. Он всё равно зимой вымерзает весь. Люди не знают. Крещают. Браконьеры. И ещё этого. Вот я сейчас набираю банку. Ну, помаленьку даю кошкам. Иногда сыпану. И собакам. Вот он лежит. Сейчас я его покажу. Открою его. Не замёрзнет это время. О! Это верный. Вот он лежит у нас. Ну-ка встань. Покажись. А, верный? Ну, вставай. Вставай. Вот какой он большой. Да, ласковый такой. О, уши топориком. Ну, ладно, ладно, ладно. Ложись, спи. Ой, протягивается. Ложись. Вот я набираю. А это у нас сухари. Вот сколько этих мешочков. Ещё висит сколько он. Так, всё. Богатые. Ну, ладно, маленькие. Вот. Всё. Ложись, спи. И вот это. И его удобно. И в суп положи хоть куда. Это я надолго мне хватит. Но нет, один месяц. Иногда кошки не слазят оттуда. Как только банки в руки беру с рыбой. Нет, ничего не открываю. Только начинаю первый поворот делать. Они сразу оттуда, как горох, сыпятся. А у тебя ещё здесь вот это. Это сыр. Сыр ещё забыл сказать. Яблоки уже нарезаны. И молоко. Это сметана. Ага. Магазинная. Сметана это не из деревни, наверное, да? Магазинная, да. Ага. Ну, ладно. Вот что мы показали, что у нас на завтра. Я знаю, что некоторые говорят, я только посмотрел, уже аппетит появился. Ничего тут нету. Сколько за это платили? Нисколько. Ну, тут что-то видно, что морковка своя. Если мы в деревне были, то купили. Вот у нас всё рядом. А это вот приболел маленько, там мазать ему надо. Борсущий жир. Вот это вот мелкий гальян. Как он? Крошу как. Как это вот ты делаешь? У тебя какие-то приправы есть? А что ты крошишь? Укроп? Укроп сушёный. Укроп только сядем, Володя, сразу это всё. И вот посчитай, сколько. Это когда всё благословенно, помолились, сели за стол и разговоров никаких нет. И очень ценное, я теперь недавно прочитал, это у нас черноплодка, варенье. Черноплодка, говорят, сильно помогает против вируса. И корень солодки. И чай, заваренный солодкой. Ну, солодки у нас хватает, корень. Я тут дарил поскольку, вот какие большие корни были. Вот как лапа какая. Корень солодки, каждый день Володя заправляет. И говорят, в Германии исследовали, против разных этих вирусов, которые там заразные-то, королевские, действует черноплодка. А у нас её как раз вёдрами я тут давал, дарил, вёдрами набирали. И корень солодки. Сами того не знаю. И у нас никто не болеет, вообще. Бог хранит нас. Нигде. Чтобы ходили, доходим-то в городе. И ничего, Бог милует по сей день. Мы сами того не знаю, принимаем то, что полезно для человека. Рядом утром начинаем. С чего? Вот святая вода отдельно. Она написана. И отдельно у меня здесь просфоры. Просфорки помаленьку возьмёшь. Священная вода. Я всё напоминаю. Мы проехали к миссионерской поездке. Из Барнаула до Владивостока, Тихий океан. И Португалия до Атлантического. Прошли Скандинавию в Прибалтику. И везде пили сырую воду. Везде. И ни один не заболел. Почему? А мы всё со святой водой. Прошли 120 тысяч километров. Это не игрушка. И здоровались там. Вот этот лишь сидит здесь. Видите, как мы в скучном пространстве находимся. А здесь посмотри, сколько этих разных. Здесь молоко добавляю. Вот собаки из чего готовят. Отдельно натолщённая картошка сваденная. Отдельно это ещё у нас, вот покажу. Грошки. А здесь что? Сечка. Сечка. А здесь специальная, вот это там разная колбаса. Всё, вода заливать, чтобы было как. И это что? Это кошкам манка. Это кошкам надо. Здесь у нас что, тыква. Тыква, да. Это собаки только дать. Куда я добавляю молока. И вот это вот, как она называется, били. Вот я по-своему называю, может неправильно, галушки. Давал по две горсти полные в чашку. И подогреваем. И подогреваем. Подогреваем мы тут на плитке. Вот она полная. Это сейчас ураганы на короле. Второй тогда и мух. Промешиваешь всё. Вот всё. Какая наша жизнь. Ни у кого ещё богатства никакого нет. Но мы сыты. А свободное время, когда можно, можно пощелкать семечки тыквенные. А как? Ну, я показываю так. Вот, допустим, я беру. Вот даже покажу, когда свободный. А она очень хорошо, это семечки тыквенные, против, ну, разные там, глисты у человека бывает или что-то. Хотя у тебя нету, она профилактика есть. Вот смотри я как. Вот так кромочку надрезаю. Вот. И она делается шире. Теперь я сюда ножом подцепляю. Подрезаю. Вот она уже освободилась. Всё. И вытаскиваю. Вот одна. Но ясное дело, что тут многого нету. И Господь милует, ни заражения никакого у нас нету. Мы ещё этого не знаем. Растительное, масло нам. Хорошие люди дают, когда для лагеря оставляются. Вот оно где. Этому я добавляю собакам. Отмельникам. Не знаю, кошкам. Сами здесь вот надо. Ты туда не запускал? Нет ещё. Ну вот у меня масло растительное. Вот это в собачьих даю собакам. Молока-то не лили ещё? Да, потом налью молока. И сюда сразу. Так. Не-не, там есть, есть, есть. Там есть. Вот коротко показали мы. Каждый раз просят, а другие съедят, что у вас столько там еда. Ну, как еда? Еда у нас мало места занимает. Мы просто показать. Сухари сушим. Вот сколько у нас есть, и всё это сухари запасные. Хлеба нет. Мы в магазин вообще не ходим за хлебом. За всю зиму ни разу не ходили. Володя стряпает каждую там пятницу или в другой день, когда. Обычно где-то 7 кирпичей. Обыкновенная форма мы называли кирпичей. А которая остаётся... Сейчас уже больше 9. 9. Ну вот и всё. У нас что тут такое? Суп свой. Ну и всё. Вот это наш завтрак. Садимся. Всё, давайте. Это потом, пока я сниму. Покажи, куда они улетели. Печка у нас тут. Улетели, нет? А вот утром, чтобы они сюда слетели, я им насыпаю вот так вот бумагу. Очерчиваю её деревяшками. И на втором этаже, которая пшеница и семечки. А эта такая тяжёлая, чтобы не опрокинулась. Я сейчас буду смотреть, убирать. Тут вода, а там глина, песок и скорлупа. А вот яиц, когда они готовятся сами снести, им нужно чем-то формировать оболочку яйца. Каждый день вот этим занимаюсь. Брать надо. Вот они сидят. Мы ходим здесь, толкёмся, мешаем им. Вот надо посмотреть, что там на улице, погода какая. У тебя подошёл, только вот так нажал. Вот сразу видать, это наружное наблюдение. Шесть пунктов. А вы введите это, в интернете видите, сколько у нас сейчас градусов. Градусов? Да. Это можно показать. Но видите, как мне надо. Надо, значит, так. Минутку. Как я это делаю? Вот сюда в крестик нажимаю, а потом вот сюда в гугл. Погода. По... А, погода. Вот оно, город Барнаул. Так, сколько? 30 градусов. Минус 30. Ну, а тут можно, если я назад поверну, а в обратном порядке. Погода. Погода. И в Алтай, это, в Потеряевке сколько? Погода, Алтайский край, вот оно где. Погода в Потеряевке сегодня. У нас 30, а у них 30, и 3 десятых. Вот с какой точностью. То ли правду говорят, то ли... Не знаю, ну, 3 градуса, 3 сотых. 32 будет завтра, в понедельник. Почему? А, 5, это что? Пятница, пятница. А то сегодня, что ли? Да. А как 32, почему? Ну, на данный момент. На данный момент, а? Солнышко, солнечная погода будет, все. А то по часам или как? Вообще невероятно. Да, по часам, ага. Ужас какой. Вот как разучили, научились. Ну, и все на этом. Я сижу здесь каждый день с утра до вечера. Вот ночью сегодня, во втором часу я провел больше часа. Ответил на письма поскорее. И все. А когда кошки здесь на ночь заперты, тогда собаку отпускаю, она бегает, он на шаг не дает мне отойти. До того пристает, руку не могу положить, голову сюда, посарапаю его. Я тогда Володе кричу, да забери ты ее хоть на время-то от меня. Вот так мы тут и живем. Вот. Слава тебе, Господи. Вот сегодня в голуби туда садились, и вот я повесил, вот какую и привязал. И они теперь туда, чтобы в Володе там не было помарок никаких. Они туда забились. Сейчас выйду туда. А это мои книги полка занимает. Видите, вот этот новый завет считает Библией. Полное толкование. Три тома. С откровением вместе. Впервые за 2000 лет вышел такой труд. По святым отцам толкования моего никакого нет. Только комментарии даю, на откровение не даю, а здесь, да. Там, где говорится о необходимости Слова Божия любить и проповедовать, нести. И вот тут у меня 38 томов моих книг. За 9 лет издательство. Каждая книга 752 страницы. Еще осталось 7, и сразу я отошел. 7 томов электронной версии. Из них 4 тома по 800 страниц стихи. Каждое стихотворение на каждой странице. 36 строчек эпиграф из Библии. Самое удивительное, это вот, у меня там лежат черновики. 3 467 стихотворений. Это 7 пачек по 500 листов. И записаны все, ни одной помарки нету. То есть не перечерканная. А как? Не знаю. А так Господь дает. Некоторые не знают, допустим, вот мои стихи. Я могу даже показать. Виктор Николаевич Савченко. Он в этом деле такой талантливый очень человек. Это показать, где это есть. Это сегодняшний, можно сказать. Вот вчера он мне это скинул. Честный врач рассказал правду. Вот здесь вся правда о короне, катасонов. О том, послушайте до конца и все поймете. Ну, это все беру. Интервью с дьяволом. Это, которое на русском языке. А вот Интервью с дьяволом в оригинале. В два раза оно больше. А вот Виктор Николаевич Святая Русь. Вот попутно покажу. Я нажимаю на Ctrl и сюда. И она сразу открывает его. Вот посмотрите, как вот умно сделано. Талантливо. Вот а утром не очень, видимо, тянет. Ну, должно пойти. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда иногда нас спрашивают, что означает слово Святая Русь? Святая Русь. Мы отвечаем не потому, что на Руси святых было больше, чем в других местах. А потому, что святость была абсолютным нравственным идеалом для нашего народа. Вот, а я теперь как бы опровержение даю, считая Еремия. Не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь. Святая Русь. Чему вы обольщаете Самвона? С подмосток у Шафота у Кремля. Что будет мир и рухнет храм Дагона. Заплодоносит мертвая земля. Вы говорите о былой России, царях великих, собиравших Русь. Что всех иуд повесят на синем. Но я обратное вам предсказать берусь. Святая Русь, нас заклинают хором. Святая Русь, жила и будет жить. И детям нашим не видать позора. Их будущее больше не страшит. Не знаю, для чего так лгать. Завучено цветастой и искусно. Прислушайся за каждым словом, мать. Печаль веков чадит, и в сердце пусто. О, Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь, и вход уж очень узкий. Не верится и верит вам грешно. Опровергать здесь нечего, напрасно. Во всем всегда одно большое, но. Мы говорим не об одном, а разном. Величие России не в тюрьме, Не тысячекилометровое пространство, Но в покаянии и в сердце, и в уме. Пусть маленькое, но Христово братство. Святая Русь, когда была святая, Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется виновина война. Охватали все от севера до юга, До порта Артура, оску островов. Все подгребли саму тайку и в югу, И расплодили нехристия воров. О Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь, и вход уж очень узкий. Кто хуже нас, сокровища земные, Транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне. При Балтике, Татарам и Чечне. На нашей земле вожделенье зависть. Облизываясь смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, Там добровольцев запись. У нас отнять за счастье каждый рад. О Боже, проповедников пришли. Служение Богу на родном, на русском. Крещение духом водное в крови. Тернистый путь, и вход уж очень узкий. Тогда исполнив веренное нам. Не Русь святая, а герои веры. В народы понесут евангельский бальзам От коммунистической заразы химеры. К чему вы обольщаетесь сам вонам? Ну как? Вот какой талант? Еще одно мне прислали. Снимем? Вот смотрите. Это Виктор Николаевич Так сделал. Святая Русь. А до этого было еще, Как кажется, что-то. Подожди-ка. Так. Врачи против Владимира. Ну нет, где-то. А! Я что ищу-то? Оно мне на экране. На экране. Сейчас я сдвину это дело. Это моя автобиографическая. Прямер к себе своим воображеньем Все то, что прочитал или услышал Для снайпера сегодня я мишенью Всем хищникам меня Бог сделал мышкой Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь На выходе и в ходе за обедом Стреляет точно в лоб И давит только вниз Задача выжить и ни одной победы Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межру Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Хотя, как знать, когда я ускользну Стрельные петля не захватили Враг не достал и стратил всю казну Уверенность пожег В истерике бесили Их совещание по тайным кабинетам Моим паролем Кличка и псевдонима Пропитанные, обклеены планшеты Так день и ночь Острелы мимо-мимо Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межру Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Их измотало в горных перевалах Там след мои ступни не распетлял По шахтам, гротам, по логам, отвалам И следуют святых И следуют святых О ком я начитал Мой бег, мои убежища с Давидом За мною доек бешеный Саул Они разведали Что ем я мёрток риды А штаб-квартира и избран Барнаул Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межру Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Я с Моисеем на своей вершине Последний раз смотрю из-под руки Враги с собаками с биноклями в машине Мой след вынюхивает у кустов реки Моя погоня гнались на упаду Я отошёл, не досягаем вам Прощай, земля, азарт закон ограда Мой труд следы читайте по слогам Прощай, земля, азарт закон ограда Мой труд следы читайте по слогам Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межру Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Я успевал на каждом повороте Засеять поле, застолбить межру Со златоустом путь Житийный пройден С той стороны земли На все гляжу С той стороны земли На все гляжу Надо придумать так Так сделать И в тумане Я прощаюсь, я ушел, я умер Я недосягаем для властей Все И опять земной шар Это Вот видишь Это я написал в 2002 году 19 лет назад Ну вот так Сегодня попутно все пришлось показать Как мы живем здесь Это я закрыл иконостас Голуби, чтоб туда не залетали пока Видишь как И везде у нас надпись Вот с той стороны еще надпись одну покажи С той стороны земли На все гляжу Вот она где Продолжение следует...